Ну и ускорить переход. Государство к военной экономике потребовал президент Франции Манюль Макрон. Сообщил об этом на встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса. По словам президента, страна уже утроила темпы производства Сау-Цезар, который поставляет в Украину. Почему же Макрон, которого некогда называли голубем мира, вдруг поменял риторику и теперь превратился в ястреба, расскажет Андрей Дмитренко. Летом 2022 года президент Франции Эмманюль Макрон анонсировал старт Коперниканской революции в обороне. Это означало переход страны на рельсы военной экономики. В частности, предполагалось, что РНКО, государственная компания по производству пороха, будет предоставлять 80% своей продукции Киеву. Как сообщает издание Le Monde, недавний визит французского президента на завод компании, кроме закладки фундамента новой производственной линии боеприпасов в Бережираке, ознаменовал возрождение госкомпании. Это необходимость текущего момента – выдерживать, предоставлять Украине оружие, необходимое для сопротивления. Я убежден, что это геополитическая реальность, в которой мы будем жить в течение длительного времени. Я думаю, что это важно иметь в виду. Мир, о котором мы говорим, не остановится, если война закончится завтра, потому что в России в последнее время происходит масштабное перевооружение. И потому что вы видите по всей Европе возросшие военные расходы, увеличение заказов и по всему миру изменение геополитики. The Insider подчеркивает резкую смену риторики французского президента. Как отмечает издание, с самого начала войны России против Украины Макрон был не так категоричен. Поворотным моментом стало заявление президента Франции в марте 2024 о возможной отправке западных войск в Украину. Как объясняют аналитики, самая важная аудитория для последних заявлений Макрона находится в Кремле. Российская концепция победы предполагает раскол и слабость Запада. В то время как бездействие некоторых стран, казалось, подтверждало эти предположения, позиция Макрона их перечеркивает. Эдвард Лукас, старший советник Центра анализа европейской политики в комментарии изданию The Insider. По мнению экспертов, большинство французов поддерживают повестку Макрона. Как отмечают аналитики, вопреки сильным левым настроениям во Франции, идея отправить войска в Украину пользуется популярностью. Даже симпатик Москвы Марин Липен подхватила такую риторику нынешнего президента Франции. Политики для повышения рейтингов часто берут на вооружение то, что популярно в обществе. Это говорит о том, что идея не просто родилась в голове политика, она уже где-то витала и в обществе. То есть Макрон и его команда считали эту возможность как в геополитическом уровне, так и на внутреннем уровне. Поэтому, если он и дальше будет грамотно артикулировать это обществу, и еще если он грамотно подтянет других лидеров других стран на вторые номера за собой, то поддержка будет только расти. Напомню, что Эммануэль Макрон анонсировал участие Франции в саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне. По его словам, Франция тесно сотрудничает со всеми странами, которые стремятся подготовить усилия для мира на основе международного права. Предполагается, что в саммите примут участие около сотни стран. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин